Екатерина, мы уже как-то так разговариваем, нет, нет, общаемся, вот, а с вами просто я это, ну, слава Богу, в храм ходите, а вы как? Ходим, ходим. Тоже, да? Вот, хорошо. Вставайте, вставайте, давайте, вот символ веры, который мы сейчас за последованием крещения читали, вот, и просто чтобы, давайте, не будем слишком долго тянуть, вот, как бы, что понимаете, вот, будем это, ну, быстренько это проходить, что не понимаете, я вам буду объяснять, ну, чтобы так, не нужно хоть понятия были, почему, потому что, вроде, нам необходимо, нам всем, вот, а дальше уже самим уже как-то вот идти. И, значит, вот символ веры сказано в того и как мы веруем, вот, символ веры разделяется на 12 членов, и, кажется, символ веры разделяется точкой. Вот, давайте, до точки читаем, если там понятно дальше. Верного, единого Бога, Отца, Судержителя, Отца неба и земли, видимо уже всем и невидимо. Вот, значит, тут о ком говорится? О Боге Отце. То есть, о первом лице Святой Троицы. Вот, когда мы, вот, начальная молитва, вы знаете, во имя Отца, Сына и Света Духа. Вот, то есть, тут о Боге Отце говорится, что Он является Содержителем, что все в Его руках. Все от Него пошло. Да, Творца неба и земли. Видимо же всем и невидимо. Ну, видимо, понятно, что... Физически невидимо. Да, они невидимы. Ну, духовный какой-то. Ну, духовный, это что, кого именно? Вот, давай, если так, я просто подсказку ждаю. Кого Он сотворил? Да, еще, кроме людей, кроме видимого мира. А, ну, ну, это же... Нет, насколько я понимаю, это материя, материя, материя. Все правильно, ангелы. Вот, видите, вот Архангел Михаил изображен на иконе. Это как-то возглавляет, архистратив Божий Михаил возглавляет небесное воинство ангельское. Вот, то есть и ангелы, ангелы Господь в первый день творения создал и, значит, дал свободу воли, понимаете? Вот не сделал рабами, как, в принципе, и мы тоже свободны, свободны, то есть свобода выбора есть. И вот они, значит, один из... Господь создал сразу иерархию. Кого-то больше вложил что-то, ну, вот этого добра, да, как бы, получается, там, силы, там, ну, я не знаю, там, это, разума, там, все-все-все, да, вот это. И один из вот ангелов, это вот, значит, он был архангелом или какие-то херувим, да, это был, его звали Деница, Деница, это как утренняя звезда, утренняя звезда, которого Господь вложил самое большее. И он возгордился, что он может быть как Бог. А кто как Бог может быть? Никто. Никто, кроме Бога, да, вот. И часть ангелов его поддержала, часть ангелов его поддержала. И получилось так, что Господь... Изгнал. Изгнал, да, и вот один из, значит, архангелов тоже восстал, вот Михаил, как перевести Михаил, знаете? Нет, не помню. С еврейского языка это получается, кто как Бог? Кто как Бог? Он, он это сказал, как бы вопрос задал. Кто как Бог? Когда Деница говорит, я как Бог, как бы вот так вот, он спросил, кто как Бог, как бы это, ну, как это может быть, вот. И, значит, вот, значит, и вот эта Деница, и часть ангелов вот этих было низвергнута. Вот сейчас это сила тьмы во главе вот бывшей Деницы, сейчас его зовут, как называют? Дьявол. Дьявол или сатана, да. А приспешники эти вот... Вильзевул там, ангел. Ну, да, а приспешники его, допустим, вот эти меньшие ангелы, которые стали... Ну, черти. Черти, бесы, все, демоны, да. Бывает вот это название так смешно, но на самом деле это... Барабашки там всякие, вот полтергейст, вот это вот иностранное слово, ну, допустим. Вот, но суть есть такое, это существует, силы тьмы, вот, и которые стараются нас отвести от спасения. Каждого, вот, каждого по это, по своим вот этим вот каким-то... А вопрос можно? Они как раз у нас здесь, когда соблазны возникают, да? Ну... Вот эти демоны, когда... Это ведь духовные... Это духовная сила, это духовная сила, конечно, это духовная сила. Ну, они же делают так. Я-то с ними борюсь, как бы, как же человек борется, это правильно, то есть, как бы... Конечно, а вот как сказано у Достоевского, он как говорит о том, что Бог борется с дьяволом, а поле брани – это сердце человека. Сердце, душа, да. То есть, ну да, но мы ведь размышляем все-таки, вот, и вот они как бы стараются всех нас отвести от спасения. Вот, и поэтому, кого как вот цепляют, у кого какие слабости есть. Ну, да, да. Такие вот, ну вот, и поэтому нужно, конечно, как этим... Господь Иисус Христос сказал, что сей род лукавый не изгоняется ничем, как только постом и молитвой. То есть, два, две составляющие – пост и молитва. А если, ну, просто молитва, ну, человеку не постится, нет, или просто пост без молитвы тоже, вот. Вот, вот именно две составляющие, которые изгоняют вот эти все силы тьмы. Аплазмы. Вот. И те ангелы, которые верны Богу остались, они, конечно, вот, ну, и помогают. Ангелы, если из греческого языка, это получается, как вестник. Вестник возвещает то, что волю Божию. Вот. Вот. И вот они остались верны Богу. И сейчас, допустим, при крещении Господь дарует каждому ангел, хранится, который хранит до конца жизни человека. Вот это вот. Вот. Понятно, да, вот это? Дальше. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, и же от Отца Рожденного, прежде всех века, света от света, Бога истина, Бога истина, рождена, несотворена, единосущна Отцу, им же вся Быша. Кто так вам говорится? Ну, о Сыне Господа Иисусе Христе, Которого Он послал. На единородном смысле. Единородный, Он один рожденный. Мы рожденные или сотворенные? Человечество. Сотворенные. Кто первый? Мама. Нет. Чего, а кто рожденный первым? Кто люди первые? Ну, Адам и Ева. Адам и Ева, да, и уже по роду мы уже все, да, как бы от них пошли. Вот, а так, да, Сын Божий Иисус Христос, Он, видите, единородный, то есть рожден и единым. Единым, рожденным. И же от Отца Рожденного прежде всех века, то есть до создания мира. Да, все правильно. Вот, хорошо, вот это понимаешь. Света от света, Бога истина от Бога истина. То есть, как Бог Отец, Бог Света, Бог Истина, так и Сын, соответственно. Рожденно, видите, выделяется, рожденно, несотворенно, то есть рожден, если по-русски говорят, рожден, несотворен. Да, несотворен. Единосущно Отцу. Ну, односущно Сотцу. То есть, кем Он является? Кем Он является, значит, односущным? Богом. Да, Богом. Им же вся выше. Выше от глагола быть, то есть, все стало быть, Иисус Христос в этом непосредственно, как бы, вот, участвовал во всем, вот, в создании всего мира. И дальше, вот, вот дальше, вот, давайте, читаем, и тут уже, как, а то иногда, вот, люди не совсем знают, ну, вы это знаете уже, но все равно, немножко напомнить это повторение моего учения, хорошо уже, дальше. Нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечеса. Вот, ну, тут понятно. Ну, ради нас, ради того, чтобы искупить грехи. Да, 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 вот, и последствия, следствие греха, это что? Это духовная смерть, это смерть. Да. Вот, пришел, чтобы и вочеловечесе. Вочеловечесе снова в облике человека. Нет, это вочеловечесе, ну, как бы, если по-русски, тут, видите, одно слово по-славянски, это стал человеком. Ну, да, да. Вход человечесе, да, он стал человеком, да. Ну, он... Нет, ну, нет. То есть приобрел плодь от Святого Духа и Марии Девы и стал человеком. Да, то, я насколько понимаю, чтобы быть понятным человечеством, что в облике человека, понимаешь, пришел, что... Нет, он был человеком. Нет, он был Богом, но стал и человеком. Он стал человеком. Это было в этом территориесе, в облике человека пришел. Складываем два пальца во образ того, что он и является и Богом, и человеком. То есть он также и остался, и Богом, и человеком. Вот, и вот все грехи на себя возложил. Прости. Воскресшего в третий день по Писанию. Праздник по этому поводу какой? Пасха. Воскресение. Господь на третий день воскрес и поднял тех праведников, которые умирали до того времени, как Господь в воскресе. То есть и Авраам, и все, все. Они были, как по-еврейски, Шеол называется. В том месте, как ад, но в то же время они не мучимы были. Но к Богу они не поднимались, вот эти вот люди. А те, кто грешники, они, конечно, мучились. Но Господь разверз вот эти вот врата ада. То есть все. И сейчас, в нынешнее время, праведники, они непосредственно поднимаются к Богу. Именно вот после Его воскресения? Да. А вот это у меня тонкости я не знал. Да, да, да. Именно вот разрушил эти адские врата. Ага, да. И тогда сказано, что в тот, когда воскресение произошло, вот это вот, да, то, значит, в Иерусалиме многие видели вот праведников, тех праведников увидели. Вот поочию увидели люди, вот просто тех праведников, которые были до этого. Вот когда Его было схождение в вата, оно когда было? Оно же было... Ну, получается, получается, как распяли, вот, и Господь, вот, все, тут и тьма, потом землетрясение произошло. Да, вот он там разрушил эти вот вата ада. Вот, и все, вот так вот. Да, 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 я тут помню. И восшедшего на небеса и сидящего одеснуя Отца. Ну, то есть Он воскрес и напротив... Восшедшего. Какой праздник по этому поводу? Вознесение. Вознесение. Когда было? Ой, прошу прощения. Я не знаю. На сороковой день. На сороковой день. На сороковой день после... После Пасхи. После Пасхи, да. Господь за эти сорок дней пребывал еще... Вот имеется. Среди людей. Да. Среди своих апостолов. И часто являлся апостолом. Вот это, что запечатлено в Евангелии, вот. Ну, и так вот это... А, вот почему сороковой день. То есть, сороковой день, именно Его... Сороковой день, вот это... Попробуем. Сороковой день, вот это... Сороковой день, вообще, такое число, это, которое... Сакральное. Ну, очень такое... Такое символическое. Символическое, да. Да, допустим, если Моисей водил это... Сорок лет. Сорок лет, да. Вот, понимаете, вот. Ну, то сорок это, да, число такое символическое, вообще. Вот, и тут вот тоже, и вот сейчас тоже, допустим, когда человек умирает, на 40-й день, на 40-й день тут ангелы возводят душу уже, и тут Господь определяет, где будет душа человеческая, до страшного суда находиться, вот так вот. Вот, то есть, значит, вошел на небеса, это в 40-й день, получается, на Вознесение, вознесся на небеса, вот, и когда благословил, значит, апостолов, которые на горе Иллионской его ждали, встречали, ну, благословил их, что-то еще сказал, и спустил с облака, и, значит, он вошел на небеса. Ну, облако тут не как в том плане, что средство перемещения, а вот именно, нет, как вот, допустим, как слава, слава Божия, понимаете? Слава Божия. Допустим, вот, когда Моисей водил народ еврейский по пустыне, то ночью огненный столб был, а днем, днем облачный. Ночью огненный столб, а днем облачный столб, вот, где, вот, то есть, вот, как покрывало славу Господню, потому что, вот. Вот, и сидящая деснина отца, то есть, в славянском языке, десница. Десница. Рука. Правая, правая рука. А, правая рука. Рушуется, это левая рука. А, вот, по правую сторону от... Именно по правой. По правой, да. Да, да, да. Именно по правой, не левую, а по правой. По правой. Ну, как вот, допустим, сейчас вот так брать. Правая рука. Правая рука, да. Да, уже отсюда тоже. Вот, и дальше. Ипаки грядущие со славой. Судите же вы мертвым. Его же царствию не будет конца. Ну, Паки тут перевести пока еще. А, еще. Еще, грядущего. То есть, должен прийти. Еще должен прийти, да. Уже со славой. Со славой. Со славой. Первый раз Господь Иисус Христос пришел в виде раба. Просто говорит, люди, покачь. Видите, еврейский народ ожидал, что придет такой могущественный правитель, что избавит от всех вот тех окрестных народов. То есть, вот, понимаете, вот таким вот образом и не будут различные притязания с тех сторон. Вот, а тут Господь пришел, что люди, покайтесь, потому что приблизилось Царствие Божие. Вот, а в этот раз уже, это второе, говорится о втором пришествии, когда Господь уже придет со всей славой. То есть, со всеми святыми ангелами, со святыми угодниками, вот, с апостолами, вот, святыми. И будет судить уже весь мир, независимо от национальности, независимости от места проживания и так далее. Всех будет, всех судить, все живых и мертвых. То есть, вот, от Адама до Дниси, ну, до того времени, как вот последний человек уже родится, да, вот, как будто получается. Вот, и его Царство не будет конца, понятно, да. Не как некоторые сектанты, там, говорят, тысячелетнее Царство будет, там, вот, яговисты, ну, слава Богу, сейчас немножко запрецели их. Вот, тысячелетнее Царство. Не тысячелетнее, а, действительно, будет уже вечное Царство, вечное Царство, вот. Давайте же. Так же, вот, нельзя говорить, что Бог-Отец выше, Бог-Сын ниже, Бог-Дух Святой. А, ясно. Троица единосущная и равная, единоравная, понимаете, вот, как получается, вот, то есть, они равны. То есть, если так, просто брать у каждого свое действие, Господь, Бог-Отец творит, Бог-Сын спасает, Бог-Святой Дух оживотворяет. Вот, вот таким вот образом. Как говорили пророки, я так понимаю. Да, да, глаголы, что пророки. Вот, и еще, так, пророки, это те люди, которые, ну, которым Господь открывал будущее. Вот, то есть, и Святым Духом они тоже это говорили. Вот, допустим, этот, пророк Даниил, он даже жил за полутора тысячи лет до пришествия Мир Спасителя, и он говорил, что по Неву будут летать железные птицы. Время Христа такого не было. Сейчас, сейчас только летают, да, 20-е столетие получается, вот сейчас уже 21-е, ну, там, развитие пошло. То есть, пророки, это не обязательно апостолы? Нет, 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 пророки, которые пророчествовали, свящались. Да, 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 да. Моисей, которым открывал, через него... Исаия, пророк, там много пророк, и большие, и малые пророки, да, и Зеки, и Иль, допустим. Это же, Моисей же был по Иисусу, правильно? Конечно. То есть, Бог Господ, Бог Отец через него давал, как бы, вот... Информацию, да. Канал, канал информации. Зааповедь, допустим, 10-й. Да, 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 да. Моисей, вот, допустим, до 50-ти. С Ему вот это пришло... Пятидесятница, вот, как раз-таки, празднуется, вот, 50-й день, на 50-й день, после того, как они вышли из этого, из рабского, рабского египетского. Вот, то есть, вот так вот, получается, те... И вот у евреев были такие в те времена, значит, законы строгие, что если... Это Господь тоже повелевал, что если кто-то из вас, из сынов Израиля, скажет, что вот Бог ему то-то, то-то сказал, и это случилось, то это истинный пророк. Если этого не случилось, то это лже-пророк, и его надо побить камнями. То, смотри, вот, понимаете? Ну, там и о других моментах тоже много чего говорится, но вот в частности, по этому поводу. Вот, то есть, это не это... Вот, допустим, мы тоже людям объясняю, то, что нельзя говорить, а вот, говорят, если экстрасенсы, то есть... Какой силы они делают, понимаете? Какой силы? Вот, потому что дьявол, он тоже имеет огромнейшую силу, и предугадывать может, предугадывать, но не четко, вот, допустим, где-то правда, а где-то ложь. Вот почему даже... Может ошибиться, да. Вот, вот поэтому нельзя равнозначно вот это ставить. Пророки, это пророки, это Богом, это что Господь говорил. Вот, допустим, если в 20-е столетие брать, допустим, Блаженная Матрона, она тоже вот как пророчество, да, вот тоже говорила то-то, 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 вот, и сбывала. А Ванга спорная, спорная, да? Ванга тут спорная, спорная, да. То ли она от дьявола, то ли от... Вот, до сих пор спорит, я не знаю, она построила храм, но там, ну, вроде бы, это... Ну, вот спорно, я не буду этого, ни плохого, ни хорошего говорить, все время покажет, понимаете? Конечно, конечно. Хотя есть там это уже непосредственно, там, допустим, говорят, что это силы, сила тьмы, ну, не знаю. Ну, иногда дьявол так маскируется под Божьей, как бы, вот, понимаете, да, то есть, величину принимает Божью, что это очень трудно распознать, и как раз в этом-то, вот, наверное, молитве ты, наверное, помогаешь же распознать, вот. Ну, вот Иоанн, это, богослов, апостол, он и говорит, вот, распознавайте злу, это, духов в тьме. А как трудно это? Да, если, если, говорит это, вот, вот, дух этот, да, или, допустим, человек, если не исповедует, что Иисус Христус Сын Божий, да, вот, Бог, как бы, человек, вот, то уже, вот, как бы, это уже дух, вот, лукавый, вот, как бы, вот, ну, получается, вот таким вот образом, и, ну, еще сказано, что, значит, и ангелы могут, вот, ангелы тьмы могут принимать облик ангелов, ангелов светлых. Вот, 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 допустим, если вот так вот, давайте просто житье такое малое расскажу, вот, значит, был святитель Никита Новгородский, вот. Он, кстати, у него это, ну, преуспевал в духовной жизни, но, значит, молодой был, и его старцы говорили, что не надо тебе, он в затвор хотел уйти, вот. Ну, не послушал, слушал затвор, и получилось так, что ему, как ангел светлый явился, вот, и сказал, говорит, ну, ты получил от Бога такую благодать, что ты будешь людям вещать, вот, все, вот я тебе буду говорить от Бога, ты будешь вещать, что, где что-то случилось, вот так вот, вот, а это, а молиться не надо, молиться я за тебя буду, вот, вот, понимаете? О, вот так вот, и он поверил этому, и, понимаете, и вот людям многое говорил, где корова заблудилась, допустим, вот туда идите, там, кто-то своровал, что вот у того найдите, вот тот вот это сделал, вот. Понимаете, вот все, и все четко говорил, и, значит, это Ветхий Завет он на зубок знал, просто вот цитировал, просто так, вот прям, да, уже огромный, огромный, да, да. Ветхий Завет, вот, и потом это, старцы это увидели, что тут это вот, не туда пошло, вот, начали... А как они это, а как они определили? Как, интересно, что не туда, на чем он прокололся, как говорят современные языки? Дело в том, что, смотрите, если вот силы тьмы, они знают наше, нашу подногутную, вот, досконально. Допустим, знают, что в мире, вот сейчас, вот они, если вот, допустим, вот, если бес бы явился, да, допустим, вот, и сказал, вот, там, в таком-то месте, вот, то-то, то-то происходит, понимаете? Они знают, что сейчас, в нынешнее время, и что было до, ну, вот... С начала веков. Да, с начала веков, вот, и поэтому иногда вот это вот заблуждение бывает, вот, там, какой-то, в кого-то в транс, или там, какой-то экстрасенс ввел, допустим, в гипноз, вот, и там, столько жизней у этого человека, вот, в той жизни он то-то, то-то был, там-то, то-то... А это ересь, а это... осужденно. Почему? Потому что Иисус Христос для чего пришел? Для того, чтобы спасти все человечество. Значит, зачем-то Христос приходил. Зачем это нужно было? Если вот мы живем, вот, постоянно, или как это, как высоцкий поэт, да, хорошую религию придумали, да, что мы, а, да, в конце, не умираем. Да, родишься Бао-Бабом, и будешь Бао-Бабом. Ты еще лет поговорил, наверное. Просто вот смешно-смешно, но вот суть это, да. Вот, то есть, Христос для чего пришел? Чтобы спасти все человечество. Кто будет веровать в Него, тот и спасен. Сколько до пришествия Мир Спасителя ждало, вот, и праведников, да, и Его, вот, именно ждали. А мы в то время благодатное живем, когда Господь уже и пришел, и все, и разрушил адские врата, и все такое, всех вот нас, ну, мы еще все равно, и благодать нам дана, ну, видите, все равно всякие вот искушения происходят. Да. Вот. Ну, и потом они вот, вот, у это, и уведали это, вот, и молились, и все такое, вот, и начали за Него усердно молиться, и что получилось, вымолили они Его. Да. Вот, вымолили, да, да, да. И потом, потом, потом он уже в полном послушании уже был, и со временем, он сейчас вот так, это, в лике святых. Как его зовут? Никита Воронежский? Нет, Новгородский. А, Новгородский. А, Никита Новгородский. Да, святитель. Да, бытия у меня есть. То есть он прошел через большое искужение. Ну, вот, ну, мы каждый проходим через то-то, а туда, а туда огромнейшее. Ну, вот, дело в том, что, видите, молитвы, вот опять-таки, вот вам. Ну, опять-таки, молитва, молитва, насколько она сильна. Сильна, да. Вот, и поэтому, и запомните, вот, допустим, вот, допустим, как, молитва матери, она со дна, да, вытаскивает. Со дна? Да, 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 да. Да, да, да. Даже в такой степени. Да, 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 да. Конечно. Ну, усердно. Не просто так, вот, как вот в 90-е годы этих братков представили. Да, да. Да. Вот, я молился Богу, а мне Бог не дал. Да, вот вы еще подходили, каким способом, как вот к человеку, любого там, это, вот, дай мне то-то, дай мне что-то. Ну, как это, к Богу так обращаться? Конечно. А, действительно, со всей душой, со всеми, вот, ну, всей душой, в общем, всем сердцем Богу обращаться. Да, да, да. Много-много таких, это, известных фактов, очень много, вот, допустим, в нашей жизни это происходит. Да, чудеса делает, да. Давайте дальше. Воедино, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. То есть, Церковь, она едина, состоит из, имеется в виду, из верующих, это люди, Церковь, Церковь Христова. Вот, состоит из тех людей, которые ныне веруют в Спасительный мир, и те, которые отошли от этого мира, живут. Ага. То есть, она едина. То есть, наша Церковь, она является воинствующей, то есть, вот почему, боремся еще вот на уровне мыслей, на уровне, там, туда-сюда что-нибудь делал, что-нибудь делал, да. А та уже торжествующая церковь, потому что они уже как бы в этой жизни пожили и вот что-то обрели уже, да, допустим, поборовшись со злом. Вот, даже на уровне себя самих. Вот, святая, церковь святая, потому что Христова церковь, если мы сами согрешаем, мы отторгаем себя от церкви. Но святые отцы говорили о том, что, значит, есть как второе крещение, это таинство покаяния. То есть, когда человек кается в своих грехах, в своих это, вот, исповедуется, ну, старается жизнь исправить. Вот, и Господь все-таки верит, что Господь простит грехи наши и, ну, дарует и благодать свою, чтобы мы уже как бы не согрешали. Ну, как на поле брани, это так, это, видите, как, и где-то раненые бывают, их уносят, да, допустим, лечат, вот, так и мы тоже бываем у раненых, допустим, силами тьмы. А когда-то побеждаем, допустим, в чем-то, и победили, и нам еще как бы, вот, венец, как, как и награда воинов, какой-то, как медаль, да, получается, или как орден, допустим. Ну, просто это образно говоря. Ну, все равно нам легче потом, вот, когда мы с чем-то справились какой-то, вот, вот, потом мы уже и опыт имеем. Опыт имеем уже, вот, понимаете, вот это вот, вот, значит, соборное. Ну, в церкови решается все соборное. Не то, что как не заблагорассудители, кому-то там, вот, соборное. То есть, вот, молятся Господу все, вот, допустим, и соборы. Вот, допустим, первые... Да, 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 вместе, совместно. Вот, и вот первый апостольский собор, допустим, там тоже, это уже после того, как Господь вознесся на небеса, вот, и вот апостолы ходили, везде проповедовали по жребию, куда, как, в какую страну. И вот вопрос был такой, значит, апостол Петр говорил, что на начале обрезание делать, а затем крестить, вот. Апостол Павел говорил, что нет такой необходимости, вот, как в древнем было, да, заповедовано. Почему? Потому что при крещении обрезается это сердце человека, и как Господь говорит, чадо, дай мне сердце твое, вот, вот, понимаете, вот, то есть, в духовном, в духовном плане, вот. И потом, действительно, ну, они два апостола, там много апостолов, собор апостолов, вот, и, помолившись к Богу, решили, что, да, действительно, это... Лишнее. Нет, нет такой необходимости, да. Вот, уже крещение, оно уже вот это, все это, как бы... Включает в себя. Вот, да, да, да. Апостольское, апостольское, ну, все нам, значит, от апостолов. От апостолов, да. В наши пределы, кто, какой из апостолов приходил? В наши что? В наши пределы, да, вот, ну, в Россию, в Русь, да, если так вот... А, какой-то приходил. А, Семен Канонит? Нет, не Петр. А, он это, он... Он где-то у Грузии, там. Да, это там. Не Петр? Нет. А, сейчас, секунду. Давайте, сейчас, вам этот... Сейчас, 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 подожди. Ну, нет? Нет, не Матфея, нет. Павел, нет. Давайте, я вам этот... Немножко ориентир дал. Вот давайте флот вспомним и флаг там. Георгий. Андрей. Георгий. Андреевский флот, нет? Георгий, нет. Андрей, Андрей, Андрей Первозван. Да, Андрей Первозван. Вот, да, я Георгиевский флаг. Да, нет, Андрей Первозван. Как он выглядит, помните? Кто, Андрей? Нет. А кто, флаг? Флаг. Белый и две синих этих. Синих голубых. Да, да, да. Потому что, значит, апостольское. Андрей Первозван был распят на диагональном кресте. Ааа. На диагональном. Вот. И вот смотрите, видите, даже в советские времена, даже вот этот флаг, все, он существовал. Как из тех... А я не знал, почему символ это означает. Вот. Вот, чтобы... Ну, вот видите, оно как бы это... И вот тоже распяли. Да. Только его не... Идет уже на нашей земле? Нет, не на нашей. Нет, он спустился в потары. Там это... На югах, в общем. Вот. И то, когда, значит, это... Правители уже, люди уверовали. Он даже вот на кресте, его не прибили, а его привязали. Это, значит, веревками. Вот. И он даже с креста вещал, и людей исцелял. И вот, ну, все вот. Рассказал, что даже народ, как чуть ли не взбунтовался, хотел этого правителя убить. Вот, из-за того, что, ну, как это, что такое. И потом это... Хотели его развязать, он говорит, нет, ну, как бы, вот уже все. Как вот это вот его жизнь на этом, как бы, заканчивается. Вот. И вот, видите, вот таким вот образом. Даже потом этот вот правитель, да, потары, он, значит, это... Тоже сам раскаялся и уже вот уверовал. Уверовал в Христа Спасителя. Вот, о чем апостол Андрей, первозванный, вещал, да. И вот, и сейчас, допустим, у нас мы что имеем? Книги, это Евангелие, четвероевангелие, Евангелие. Евангелист кто там? От Луки, Матфея. Матфея, да. Марк и Лука. И Иоанн Богослов. Четыре. Вы Луку назвали, да? Да, да. Вот, и дальше уже идет Деяние апостольское, и дальше послание и апостола Павла, апостола Петра, там, допустим, соборное послание и непосредственно к какому-то человеку, допустим, к Титу, там, Тимофею, вот так вот. И последняя книга, это пророческая, это Апокалипсис или это Откровение Иоанна Богослова, вот книга. Говорится о последних временах. Где он говорит о числе дьявола. Да, 666, да, да, это сказано там. Вот, и какие будут бедствия на всю землю, и сколько там, сколько и людей будет погибать, и все такое, это, ну. Да. А, да. Печальность. Печать, в принципе, вот то, что это. И кто печать эту не примет, тот спасен будет, допустим. Еще раз, еще раз. А какой печать? Вот эту печать, три шестерки, которые. А, кто не примет, тот кто дома не примет, кто спасется. Да, тот спасет, да. Вот интересно, в каком оно, как бы, в виде придет. Ну да, вот даже неизвестно. Вот раньше-то люди тоже, допустим, ждали все, пришествие Антикризиса, и там, допустим, даже вот это, как и некоторые, вот, помните, вот это? разделение это, ну, уже православной церкви, да, на старообрядцев, вот, когда патриарх Никон стал, что это, все книги, ну, как бы, под одно, вот, чтобы везде все ошибки исправить, потому что раньше рукописные были, непечатные, вот, и где-то там, ну, допустим, ну, кто-то не дописал какой-то титул там, вот, и все такое, вот, ну, допустим, могло быть так, допустим, золотом у нас Троеперсия крестилась, допустим, там, допустим, Рогаткина туда-сего, допустим, Двуперсия, вот, и, ну, допустим, эти люди, допустим, эти священники, они так же общались, и так же и народ общался, все такое, а вот когда вот Троеперсия, все, вот, значит, это уже Двуперсия, это не это, хотя тоже, то же самое знамя, ну, только вот тут Троица, тут это, Иисус Христос, да, добрый человек, вот, то же самое, но это обряд, 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 обряды, ловликов, по-моему, это два, а они там Петернёй-претернёй, в fiat. Петернёй, да, это протестант, а у Два это у протестантов, или, я не помню, старобряц. А у них только отец и сын и все святые или как? Нет, они просто наоборот. А наоборот просто. Они также веруют. Вот допустим, мы крестным ходом, когда вот из праздника выходим, крестным ходом, допустим, на Пасху, ходим против солнца, а они по солнцу. Ну, понимаете, в этом вот различие таких вот, но это обряды, обряды верования, вот понимаете, или сугубо их теня. У нас, допустим, три поются. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. У них Господи помилуй, Господи помилуй. Два. Два, ну су, да, допустим. Ну вот и вот, ну вот в этом вот, чисто в обряды, в обряды. Ну вот, и тогда вот говорили, что вот, как бы в лице патриарха видели люди, антихриста вот пришел. Вот, а сейчас это более реально, почему? Потому что вот это вот печать сейчас можно индексу ввести, да, допустим, уже это. А человеке вот микрочип какой-то ввести, да. Вот, и уже о человеке все будет известно. Там и паспортные данные, где, чего, когда, и все. Вот. И в штрих-ходе видели эту печать. Вот, 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 вот. Ну это... Неизвестно. 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 Да, чего. Ну просто сказано, что сочтить это число, это человеческое. Вот. Так что, понимаете, вот кто... Ну просто будет такое, да, это... Или хлеб, допустим, вот, и печать, да. Или, ну, не хочешь хлеба, с Богом, хорошо. Но печать тебе не ставим, но и в то же время без хлеба. Ну как бы образно говоря, да, вот, в начале будет у властей, вот, в те времена прокормить людей. Ну, когда-то это рано или поздно закончится. Да. И потом все равно. И вот эти раны, сказано, будут это гнить и... В общем, это... Да. Так что, и начало, то есть, на лоб будет, и на правую руку. Вот. Как это? Ну все это есть. Вот. Ну ладно. Вот. То есть, апостолам, то, что мы считаем и Евангелие, и послание апостолов, но также актуально и до нынешних времен. Много чего можно найти в нынешней и к нынешней ситуации нам. Приложить даже вот так вот, применить. Вот. И много. Что было, понимаете, что было в древности, то и сейчас это актуально. Остается. Давайте дальше. То есть, поведу и едино крещение во оставление грехов. Ну, одно крещение во оставление грехов. Не то, что погрешил еще второй раз креститься. А то у нас было такие вот случаи. Вот знаете, это когда вот собеседование еще не проводили, тоже говоришь людям, что нужно причащать. Вот сейчас, допустим, вот в ближайшее время как-то надо причащать. Не один раз, а вот как-то. Ну, ходите в храм, причащаете. Причащаете. Сколько? Шесть, да? Шесть. Шесть лет. До семилетнего возраста причащаются еще без исповеди. Семилетнего возраста уже на исповеди. Ну, там уже как это, смотрите, как это. Ну, перед этим, перед причастием, конечно, после 12 часов ночи ничего не есть. Да, ну, это понятно. Ну, там, смотрите, как там, ну, смотрите, как там, уже сами так регулируете. Вот, то есть, а то было, вот я говорю, когда еще этих собеседований не было, значит, людям говоришь, не ходите там по экстрасенсам, магам, колдунам и так далее. Вот, а они где-то, вот, был такой случай, сходили, вот, и, допустим, Александр. Плохое разве имя? Прекрасное имя. Вот. Да. Вот. Там как раз мальчишку звали его Александр. Ну, я крестившему этому отец. Ну, кто слушает, вот, допустим, говоришь, причащаете, чтобы это... Господь сам будет помогать в этом, и в воспитании, и будет более смышлено расти, более, значит, ну, во-первых, это, конечно, ко спасению все, вот, и более здоровые будут дети расти, вот, это вот. Ну, а тут не слушают. Ну, покрестились, и все, и до свидания, все. Мы покрестились, все, вьют в грудь, что крестик есть, все, все. Ну, так, галочку, галочку поставили. Галочку, во-во-во, и для себя, да, в своем уме. Вот, я покрестил это все, и все, до свидания. Вот, и потом, когда так экстрасенсы пошли, говорят, вот, а это имя, нет, вот, из-за имени у него там болезнь. Прогрель. Да, 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 вот, да, вот, 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 и пришли, батюшка, нам надо перекрестить. А почему перекрестить? Ну, вот, другое имя, да. Ну, вот, понимаете, вот, а почему, говорю, почему вы не слушаете, почему вообще к экстрасенсам поперлись другими словами, да, вот так вот сказать. Вот, почему вы туда пошли-то? Ну, вот, и вот, получается вот так вот. Так что, есть таинство, которое нужно нам всем принимать, и оно всегда благодатно. Благодатно всем нам. Вот, поэтому, то есть одно хрящение в оставлении грехов. Дальше. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. То есть ожидаю. Ну, то есть надеюсь, что все, и знаю, что ожидаю, да. Нет, не надеюсь, а именно ожидаю. Да, воскреснут. Мертвы, да. И что... И воскресения мертвых. Все понятно. Вот. Аминь. Истинно так, да будет так. Да. Ну, вот, по символу веры там немножко прошлись. Ну, вот, я думаю, там и вот, если так символ веры полностью, вот, раскрывать тут и книги есть, и тоже написано. Ну, я хотя бы хоть маломальский, чтобы вам немножко понять. Ну, это спасибо большое. Спасибо, да. А вот у меня вопрос вот здесь вот, я все-таки не пойму. Почему прежде всех век рожденного? Ну? Почему прежде всех век? А как? Ну, он же родился, мы знаем, когда 2000 лет назад. Прежде того, как еще... Прежде всех, нет, прежде всех век, до создания мира. Когда мир не стало, еще не было мира. Я все равно не понимаю. Если он, уже мир был, уже был Моисей, уже прошло все это. Адам и Е уже земля населилась людьми. А мы вот дальше, мы дальше, мы дальше, нет, 2000 лет назад. Да, вот это было, вот это, об этом событии, вот, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес, сошел с небес и воплотился от Духа Святого и Марии. И в том, что он уже был. Был, конечно. Как Бог, он исцел. Нет, 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 Саша, имеется в виду, что... Второе лицо Святой Троицы, Сына Божье, то есть Отца, именно. Вот, Отец существовал это до еще основания веков. Всех. Правильно? Да, да, до Соса. Это уже, это просто пришло. Допустим, вот смотрите, вам, вот ситуацию вам расскажу. Допустим, мы, любя своих ближних, допустим, можем пострадать за них, даже, ну, как бы, отдая свою жизнь даже. Понимаете, вот? Но от вечной смерти или от греков мы не можем спасти человечества, человека. Вот, допустим, как это, такой вот Великая Отечественная война, сколько наших, допустим, кого, деды, допустим, да, вот кого там, отцы, вот. Вот, отстояли землю, да, вот нашу, вот, и ценой своей жизни. Но в то же время они от вечной смерти не спасли. И вот нужно было, чтобы пришел сам Бог. Давайте еще, еще это, это, наперед, если так вот. Когда Господь создал первых людей, Адама и Еву, вот, то насадил райский сад и их там это, ну, как поселил, да, получается. Они возделывали, должны были возделываться садом. И Господь создал еще одно дерево, кроме других деревьев, кустарников. У всех деревьев могли есть, кушать все плоды. Потому что, да, еще им не было необходимости в том, чтобы есть, это, мясо. Это потом уже мясо, да, оно было, когда уже грехоподейцы ушли, да. Вот, а до этого плод съел, вот, и как бы все, насытился. Вот, и только с одного дерева, это с дерева познания добра и Бога. Да, вот. И когда, как сказано, Бог удалился, хотя первые люди, они видели непосредственно Бога, вот, своими очами, да, не то, что нам, мы можем это почувствовать, можем почувствовать. Ну, кто-то может увидеть, ну, это, ну, это, ну, это, прям, единицы, да, вот. Допустим, если Александр Свердский, вот, он видел Святую Трою, да, вот, это, как бы, один, то есть, православный, православный церковь, один из людей, кому было открыто, если ветхом, залезть, как бы, про образ того, это Авраам. Православный церковь, да, страну примется, он Бог всегда любил принимать, да, страну примется. Вот, и, значит, удалился, сказано, от райиспансада, и дьявол, проходя около этого дерева, значит, в змей, в котором, дьявол и начал спрашиваться, вот, в этом змей. Змей был мудрее всех, это, животных, живущих там. Вот, и спрашиваю, а правда, что Бог вам запретил вкушать эти плоды от дерева? Она говорит, нет, как же, только вот от дерева познай до пра и зла. А почему? Вот, она отвечает, что Бог сказал, что как мы съедим этот плод, мы смертью умрём. Вот, и дьявол говорит, вся змея, да, говорит, да, и говорит, нет, это говорит, Бог боится, что вы, когда вкушаете этот плод, вы будете как боги, как боги, будете распространять, где добро, где зло. Ну, вот, получается, да, вот тоже, вот, как бы, видите, как бы на гордыню поддействовал. Ну, да, без труда захотелось сразу божеством стать, да, вот, получается, другими словами. Вот соблазнилась, и потом так же, а там вот это, вот. Вот, и то есть, когда они их пустили, они вот это вот, поняли, что они на огне. То есть, как получается, это не то, что вот, сейчас вот это прочитают, ну, скажешь, ну, вот как там, раздетно. Нет, это в том плане, что благодать, которые лишились, бессмертия, да, вот это вот, что они, это, Господь, ну, в принципе, все, вот, да, вот это вот. И они стали прятаться по, там, за кустами, туда-сюда. И когда Господь снова явился, и это, спрашивает, Адам, где ты? Ну, вот, Господь знает всех нас, ну, как, какой, какой ответ будет, какой будет ответ от человека самого. Вот, и Адам говорит, Господи, я, я здесь, он ответил, вот, ну, я боюсь тебе выйти. И Господь задает другой вопрос, а случайно ты не ел плод от дерева познания добра и зла? Вот, вот, Адам, Адам что отвечает, не помните? Не-а. Адам отвечает, что жену, которую ты мне дал, она дала мне это слово. А, перевел. Что, что получается? Ну, кого перевел? На жену. Только лишь? Ну, а как? Ну, вот, послушайте слова. Жену, которую ты мне дал, она дала мне это слово. На Бога и на жену, на жену и на Бога, двух обгонял, вот. Ладно, Господь дальше, обращается к Еве. Все, Адам, как раз, вот, к Еве обращается. А ты, да, почему? Вот, а она что отвечает? Кажется, что она. Вот, отвечает, вот, мне змей дал. Понимаете, она змея тоже. Вот, это, ну, это мы сейчас можем увидеть, вот-вот, начиная, от такого возраста, до кого-то сваливает, да, вот так вот. Вот, и дело в том, что правда ли, что мы понимаем, где добро, где с ним? Ну, не все относительно. Не всегда. Не всегда. Вот так вот, вот хорошо, что вот это сами понимаете. Честно, это честно. Да, на самом деле, вот, не понимаем. Ну, вот, если вот так вот говорить, что вот это вот, что даже смолая леса такое начинает, что, где-то, еле-еле еще не умеет разговаривать, это не я, как бы, это вот то, на кого-то свалить. Вот так вот. И Господь, Господь, хоть Он и благомилоте всех нас любит, всех любит, вот, но Он справедлив. И перед тем, как изгнать из райских садов, вот, то Адаму, к Адаму обращают все. И, может быть, если Адаму показал, Господи, прости меня, что да, я тебя ослушался, может, по-другому мировая история пошла вообще. Да. Может, по-другому, покаяния. Покаяния не было, покаяния не было, он обвинил. Вот, понимаете, сослался на кого-то, вот, не себя, как бы, тем самым оправдал. Вот, и Господь, это, значит, Адаму говорит, ты в поте лица будешь, хлеб твой, да, жене что сказал? В муках рожать будешь. Детей, да. Все правильно. А змею говорит, ты будешь ползать на чреве твоем, вкусать в пятку, но придет тот от семени жены, от семени жены, вот, кто? От семени жены, тот, который сотрет твою голову, понимаете? Вот, то есть от голову дьявола. Вот. Вот, понимаете, вот в чем. И вот, и много поколений, видите, ждал, ждал того, что. Да. Когда это все, это. Спасибо за революционную систему, это потрясающе. Много нового, хотя мы много знали. Много, я не говорю, что это, это. Нет, для нас очень много интересного. Оно иногда, знаете, я говорю, это, что повторение мать учения. Вот. Ничего, я тоже иногда это, а потом забываю где-то, что-то снова или прочту, или где-то увижу. А, вон, эти что-то, как это. Главное. Вот, так что, вот так вот. Супер. Спасибо. Потрясающе. Ну, хорошо. Покрестили самое главное. Ой, самое главное, Левочка. Все, Лев, и теперь. Вот, теперь тоже много. Слава. И написать.